200 обращений жителей региона в прокуратуру Неницкого округа в текущем году связаны с нарушениями трудового законодательства. 132 из них с просроченной задолженностью по заработной плате. Вопросы сферы оплаты труда находятся под постоянным прокурорским надзором. Ведомства еженедельно получают информацию о состоянии задолженности по оплате труда на территории региона от службы госстатистики ВНАУ и Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения. За период с 2015 года принятыми мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму 350 миллионов рублей перед 6 тысячами работников. По состоянию на 1 ноября 2016 года на территорию округа имеется задолженность в размере свыше 8 миллионов рублей перед 84 работниками акционерного общества «Наринмарстрой». По словам начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры НАО Петра Лудникова, в поле зрения прокуратуры предприятие находится последние три года. В отношении предприятия введено конкурс на производстве. Назначен арбитражный управляющий. Его деятельность поставлена на особый контроль прокуратуры округа. В связи с результатами его работы, принимаемые меры по решению задолженности по оплате труда, систематически расслушиваются прокуратурой округа. Однако, работа на данном направлении проводится фактически лишь в прокуратуре округа. Органы власти, какие-либо мероприятия в данной сфере фактически не проводятся. По словам Петра Лудникова, избежать невыплаты заработных плат можно, если все структуры и ведомства, такие как судебные приставы, инспекция труда, наделённые полномочиями в этой сфере, будут уделять вопросам просроченной задолженности значительное внимание. Если просрочка заработной платы уже допущена, к решению вопроса подключаются органы государственного контроля и надзора. Необходимо признать, что токами и мерами прокурорского реагирования полностью ликвидировать задолженности и решить проблему по невыплате заработной платы и снизить уровень безработицы, создать безопасные условия труда в регионе невозможно. Поэтому сегодня мы проводим коллегию в таком составе для того, чтобы в первую очередь организовать, обсудить проблемы и организовать надлежащее взаимодействие между структурными подразделениями. Поэтому в решении вопроса о ликвидации просроченной задолженности и других вопросах в части исполнения трудового законодательства нужно взаимодействие всех органов и ведомств округа. Стоит отметить, что все организации, попадавшие в поле зрения прокуратуры в связи с наличием просроченной задолженности по оплате труда, поставлены на постоянный контроль.